Всем привет, друзья! С вами Дима OnePoint и я, наконец-то, купил Xbox Controller Series 2. Да, честно говоря, я что-то как-то пропустил вообще первый Xbox Controller. Очень долго думал, покупать его или не покупать, но ценник там был практически 10 тысяч рублей. В одно время потом он снизился до 8, и вот в тот момент я уже думал, что да, надо бы, наверное, взять Xbox Controller Elite. Но чё-то как-то вот сомневался до победного. Однажды летом у меня даже была ситуация, когда я практически чё-то не купил уже бушный контроллер на Авито, по-моему, за тысяч пять или четыре пятьсот. Но, в общем, как-то не срослось. И тут я услышал новость, что скоро выходит Xbox Controller 2 версии, и я воодушевился. Но долгое время он у нас не появлялся в России, и я немножечко даже призадумался, а может мне его с Амазона заказать? Но, тем не менее, он всё-таки дошёл вот буквально, наверное, месяца два с половиной до нашей Раши. И, в общем-то, ценник там был о-го-го, потому что это было что-то в районе 14 или 13 тысяч рублей. В общем, я как нормальный адекватный человек, который, конечно же, хотел заполучить себе этот контроллер, смотрел обзорчики со слезами на глазах, видя, как люди, у которых есть деньги, покупают его. Но, как вы понимаете, ситуация, к сожалению, у нас немножечко сейчас печальная. Рубль падает, доллар растёт, и, например, компьютерное железо уже стоит достаточно неподъёмных денег. Видеокарты подорожали на 6-7 тысяч рублей. Я из-за этого психанул. Несмотря на то, что, кстати, у меня на стрим-канале висел донат на сбор Xbox One контроллера Elite 2 версии. В общем-то, там я насобирал всего лишь тысячу, и вот психанул на фоне того, что у нас ценники растут. И я подумал, так, сейчас ребята по нормальным ценам Xbox контроллеры раскупят, и всё. И я не смогу его потом зацепить по какому-то нормальному прайсу. Будет он там стоить 1015-16, по новому курсу их привезут, и всё. И это печаль. И я такие деньги точно не буду отдавать. Поэтому я побежал в один магаз, нашёл более-менее приемлемую цену. Это 11600, по-моему, с чем-то. Да, сразу же говорю, для контроллера это вообще нихрена не дёшево. Но, тем не менее, здесь есть за что платить. И я в этом убедился на отзывах своих друзей, и, конечно же, на отзывах тех ребят, которые снимали про это ролики. В общем, я решил обзор про этот геймпад не снимать. Просто хочу поделиться с вами впечатлениями, потому что первой версии Xbox Elite контроллера у меня не было. А вот вторая у меня прям очень сильно зашла, и я не мог упустить вот этот вот позыв, чтобы с вами не поделиться своими первыми впечатлениями вот тут вот от распаковочки этого контроллера. Поэтому уж извиняйте меня, кому такой контент не интересен. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы его поддержите. Так же, как поддержали меня некоторые из вас, кто всё-таки целую тысячу там вы смогли насобирать на этот контроллер. Так что обошёлся он мне, по сути, не в 11600, а в 10600. В общем, ладно, меньше слов, больше дела. Давайте, наконец-то, его уже открывать. Коробка, кстати, очень плотная, красивая. Здесь у нас, кстати, прям такая гравировочка Elite серия S2. Всё блестит, всё сверкает. Крутотей. Вот здесь вот, отлично срываем. Обожаю, когда всё делают так, что тебе не нужно брать ножницы, либо какой-то ножик, и пытаешься ты там всё это дело открыть. Так, ну что же. Слушайте, она достаточно легко открывается. Вот это офигеть. Люблю такое. Потому что у тех же, например, смартфонов, когда открываешь коробку, вот эта вот часть, она бывает очень туго выезжает. И ты её такой трясёшь, 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 трясёшь. Что же, вот эта крышка, кстати, она достаточно плотная. Да даже не достаточно, она пипец какая плотная. Вы только посмотрите, я её пытаюсь рожать руками, и у меня это не особо выходит. Тут прям нужно приложить усилия, чтобы её, наверное, разорвать. Но это означает, если вы вдруг этот элит-контроллер Series 2 будете заказывать откуда-нибудь не из России, ну или, может быть, из России, но там из другого города, и он к вам будет ехать с помощью почты или чего-нибудь такого, скорее всего, с этой коробкой ничего не произойдёт. Потому что она очень плотная, нереально плотная. И здесь мы сразу же видим вот такую вот красотищу. Сразу у нас чехольчик. Это круто. Блин, мне очень нравится, как здесь всё оформлено. И пока что вот это вот непонятной формы яйцо я откладываю назад, вот сюда на стол. И давайте посмотрим, что у нас остаётся здесь в коробке. Итак, поднимаем всё это дело. Кстати, интересно сделано, что у нас здесь вот так вот эта штука снимается. Она сначала, получается, поднимается вот так вверх, как крышка капота, например, у автомобиля. И мы это обкидываем назад. Так, теперь смотрим, что у нас здесь. Отдельная такая коробочка, как я понимаю, с проводами. Всё в оплёточке, как нужно. Но не стоит забывать то, что это именно wireless-контроллер, то есть он беспроводной. И этот кабель нам нужен только для зарядки этого геймпада, потому что аккумулятор там встроенный, да. Прикиньте, наконец-то в контроллерах от Xbox One встроенный аккумулятор. Хотя, опять же, мне лично как-то по барабану. Встроенный аккумулятор или на батарейках он. Я всё равно всегда покупаю официальные аккумуляторы от Microsoft, вставляю в свои геймпады. И эти аккумуляторы служат очень-очень долго. Например, аккумулятор от Xbox 360 контроллера. Он у меня работает, по-моему, уже, получается, с 2011 года. То есть он 9 лет служит. Так что, если вдруг чего, если вам надоело покупать пальчиковые аккумуляторы или батарейки, можете купить вполне себе спокойно официальный аккумулятор от Microsoft. Который, кстати, сейчас найти, конечно, сложновато. Но, тем не менее, они очень хорошо работают. Друзья, на себе это всё проверил. В общем, это кабель Type-C с маркировочками, всякими, Xbox, логотипом, всеми делами. И он достаточно длинный. Я не знаю, сколько здесь метров получается, но где-то, наверное, 2,5. Так это точно. Да, вот тут точно метр есть. Может быть, 2 метра. Но он достаточно длинный. Это круто. Потому что, опять же, если вдруг у вас контроллер как-то не вовремя разрядился, а у вас там потная катка, то, конечно же, этот кабель поможет зарядиться практически откуда угодно с такой-то длиной. Но единственное, что я могу заметить, он немного тонковат. Вот могли бы чуть-чуть потолще забубенить кабелёчек, потому что сзади меня вот клатура у меня игровая, и там кабель толще, ну, наверное, раза 3. А это просто кабель клатуры. Ну и последнее, что у нас остаётся в коробке, это, видимо, какие-то бумажки, буклеты. Давайте это всё дело откроем, посмотрим. Тут у нас первая бумажка Elite Series 2. Это, я так понимаю, Quick Start Guide, чтобы быстренько понять, как законнектить ваш новый контроллер к консоли Xbox. Также есть ещё одна бумажка. Здесь, я так понимаю, то же самое, только на другом языке, что ли. Ну да, две бумажки, только на разных языках. Ещё одна инструкция. И тут у нас есть русский язык. То есть, что, подождите, сколько здесь инструкций на этот контроллер? Подождите. Почему они не могли сделать одну толстую книжечку? Камон, какого фига? Сколько, сколько инструкций получается? Целых 4 штуки? Да ладно, 4 инструкции на один контроллер. Вы где-нибудь такое видели? Я лично уже давненько такого не видел. Также у нас есть продукт Manual, толстенький, лицензии, гарантии и прочие все эти вещи. Она, кстати, самая толстая. Вот могли бы, на самом деле, инструкцию такую же сделать, я бы не печалился от этого. Потому что, в принципе, тут ничего такого сложного подключения этого контроллера не должно быть. Ну и самое последнее, это у нас бумажечка с Xbox Game Pass Ultimate. Насколько он даётся? На 14 дней. Шикарно. Покупаешь контроллер за 11 тысяч рублей, тебе дают Game Pass всего лишь на 14 дней. Могли бы раскошелиться хотя бы и на месяц. Ну ладно. Пока я тут складываю, одну инструкцию всё-таки решила оставить. А то, ну, а вдруг я тут распинаюсь, что ничего такого там нету сверхнеобычного. А вдруг есть? Итак, берём этот чехол. И на удивление, он тяжёлый. Внутри него, видимо, что-то увесистое. А что-то увесистое мы сейчас увидим именно что. Открываю. Кстати, обычно на распаковках ещё нюхают тоже. Пахнет новизной. Новизной и как будто какими-то новыми кроссовками. Наверное, это из-за того, что логотип здесь нанесён. Xbox. И он такой, типа, немножко порезиненный. Наверное, из-за этого отдаёт кроссовками чуть-чуть. Открываем. И вот он, мой прекрасный контроллер. Только единственное, на нём что-то какие-то пятнышки есть. Но, тем не менее, все эти пятнышки, я так понимаю, оттираются. И, блин, какой он приятный. Просто возьмешь в руки, маешь вещь. Я не знаю даже, как это описать. Реально, вот очень-очень такая чувствуется в руках дорогая вещь. Очень круто то, что прорезиненные вот здесь вот гриппы. Гриппы эти переходят в софт-тач пластик. Он очень приятный на ощупь. Сами курки и бамперы тоже как-то нажимаются немножко по-другому. Не так, как у обычного контроллера Xbox One. И щелчки, прям, знаете, не такие вот расхлябанные, как вот на обычном контроллере. Вот сейчас я даже сюда возьму. Но самое, что интересное. Меня всё время бесит, как на обычном Xbox контроллере нажимаются именно кнопки X, A, B и Y. Как они нажимаются здесь? Слушайте, намного лучше. Прям, я не... Вот реально... Не думайте ни в коем случае, что это какая-то реклама, потому что я заплатил за это свои деньги. Мне самому захотелось обладать этим контроллером. У этих кнопок у них даже немножко другой вход получается. То есть, нет, он как бы по глубине плюс-минус одинаковый. Но в целом, если посмотреть, на обычном контроллере кнопки, они выпирают чуть-чуть больше. Здесь как будто вот просто на... Я не знаю, там, ну, меньше, наверное, миллиметра. А ход у них он чуть-чуть такой вот... Не такой глубокий. И, может быть, из-за этого такой звук получается. Я его просто из рук не хочу выпускать, потому что он ещё такой приятно тяжёленький. И я напоминаю, что у него встроенный аккумулятор. И, конечно же, из-за этого вес у него больше, чем у обычного контроллера. Кстати, у меня, по-моему, вот этот вот обычный контроллер, он даже с аккумулятором. Да, он у меня с официальным аккумулятором от Microsoft. И при этом он получается по весу намного легче, чем Elite Controller Series 2. Блин, ну, у меня, честно говоря, даже после Elite Controller не хочется вообще в руках уже держать обычный. Буду скидывать их все, наверное, на Авито, потому что у меня уже три штуки накопилось. Особенно мне нравятся лепестки, потому что они тут не пластиковые, как это бывает на некоторых контроллерах. Они именно металлические и очень приятные на ощупь. И самое главное, что они при этом также очень приятно щёлкают. У них очень приятный ход. Знаете, вот реально, вот некоторые говорят, что типа вот этот контроллер, ты когда распаковываешь, такое ощущение, что ты распаковываешь какую-то вещь не от Microsoft, а от Apple. Да, реально чувствуется такое. Я как обладатель бывшей iPad'а, iPod'а, MacBook'а, iPhone'а, я это прекрасно всё понимаю, потому что я этих вещей нараспаковывался вдоволь. И вот гарантирую, если вы вдруг раскошелитесь на вот эту вот дорогую вещь, вы это кайфанёте просто от того, когда в руки её положите. Я не хочу его из рук упускать, реально. Крестовина, естественно, заменяется. Это великая вот эта шедевральная крестовина, которая была ещё в Xbox Elite Controller 1 серии. Мы, если что, можем здесь из наборчика достать крестовинку обычную и вставить её сюда. Всё на магнитах. Приятно просто офигеть, как прилепляется. Также у нас здесь аккуратно с салфеточкой закрыт порт для зарядки, потому что, как вы понимаете, здесь у нас специальные контакты сзади, при помощи которых можно заряжать этот контроллер. То есть у нас, по сути, есть целых два способа, как заряжать его. Можно положить вот в этот чехол, подключить к чехлу Type-C кабель, и при этом будет заряжаться внутри контроллер. Либо мы можем сразу же к контроллеру в порт Type-C подключить сам уже этот кабель, который у нас шёл в комплекте, и заряжать вот так вот напрямую. Ну, это зависимость от того, как вы там сейчас пользуетесь контроллером или нет. То есть максимально продумано, максимально удобно, нереально круто. Мне это очень нравится. Ой-ой-ой, стики, которые можно заменить. Как я это ждал, друзья. Вы не представляете, как мне надоедало, что приходилось вот пользоваться вот такими вот насадками. Они, видите, они, получается, чуть-чуть больше раздувают. Ой, стик. Мне это удобно, потому что ещё в времена Xbox 360 я пользовался тоже такими же штуками. Здесь же таким пользоваться не надо. Почему? Потому что у нас уже есть, грубо говоря, прям вот такие стики. Они больше по площади. Правда, не намного, но тем не менее больше. И ты просто на магнитике берёшь и прицепляешь его. И он у тебя другой, немножко более гладкий. Похож как раз на тот стик, который были на Xbox 360 контроллере. Но как раз они мне нравились слегка больше. Потому что пускай он и гладкий, пускай у тебя там, если палец, не знаю, спотеет, может быть соскользнёт с этого стика, но мне почему-то как-то привычнее. Вполне возможно, чтобы сохранить в нормальном состоянии эти стики, потому что всё-таки поверхность у них прорезиненная, и я эти колхозные с Алико насадки надену. Может быть чисто для того, чтобы вид сохранялся хороший, потому что я люблю, когда у меня вещи в максимальном стоке, не пошарпанные и там не ухерученные. Конечно же, удлинённый стик. Многие говорят, что этот удлинённый стик нужен в основном только для шутеров, но я так не считаю, потому что, мне кажется, здесь любой из этих стиков набори может пригодиться не только в шутерных играх, но и, например, и в гонках. Удлинённый стик. Чем он может быть полезен именно в гоночных играх? Из-за того, что ты можешь управлять более точно стиком, машина, получается, будет вести себя тоже более плавно. Колёса будут поворачиваться плавнее, и это круто, потому что, ну, по сути, у тебя рулёжка будет уже такая более эффективная. Я думаю, каждый видел, как ребята, которые, например, только взяли контроллер в руки, постоянно не могут управлять плавно именно стиком. Они у них вот так вот лево-право, лево-право, лево-право. Из-за этого, например, при дрифте в той же Ford X1-4 видно, как у ребят колёса вот так вот просто дёргаются. И это дико некрасиво, и те, кто играет на рулях, постоянно за это критикуют геймпатчиков. И как раз вот этот удлинённый стик немножко, но решает эту проблему. Но правда, при этом, конечно же, нужно уметь управлять ещё и плавно стиком. В общем, последнее, что я хотел проверить, и больше вас не буду томить, это вот эта вот штучка, которая помогает регулировать упор на стиках. Блин, это просто офигительная вещь. И именно из-за этого, то есть, это я уже, наверное, много причин назвал, да, из-за чего я купил этот контроллер, но это одна из самых главных причин. И тут внезапно я всё-таки решил немножечко рассказать о своих впечатлениях от игры на этом геймпаде. И, честно говоря, ребята, я опять же такого не ожидал. У меня просто перевернулись ощущения от игры на нём. Форза ощущается по-другому, машины ведут себя немножечко не так, как ты привык ездить на них на обычном контроллере, и это круто. Причём вот эта тонкая настройка стиков, курков, всего вот этого, она реально помогает. И ты реально в некоторых играх чувствуешь себя таким небольшим доминантом. Такой контроллер, грубо говоря, легализированный чит. Потому что вот в той же Форзе Хоризон 4 я взял и поставил сцепу на курки. Причём у меня верхний курок, левый и правый, это они оба сцепа. Ну а левый курок у меня получается понижение передачи, правый курок нижний, у меня повышение передачи. Грубо говоря, я двумя пальцами просто зажимаю, у меня сразу же производится со сцепой либо понижение передачи, либо повышение. Это дико удобно. Именно про это я говорил на стримах, то что если играть со сцеплением, то это только на Xbox One Controller Elite. Потому что вот эти курки, это реально какая-то мана небесная. А ограничитель хода курков очень помогает в шутанах. Если вы не хотите, чтобы ваши курки прожимались очень глубоко, можно сделать ограничение. Получается, что ход у них становится намного меньшим с ограничителем. И так удобнее, например, стрелять. Это реально круто. То есть этот геймпад, по сути, может подстраиваться под ваши нужды просто со всех сторон. И я такого экспириенса ещё до этого вообще не испытывал. Да, и только в конце видео я понял, что у меня выключился микрофон. Поэтому извиняюсь, что вам пришлось немножечко послушать мою речь не в самом лучшем качестве. Хотя я считаю, что на этот микрофон тоже качество не самое лучшее. В общем, что сказать про Elite Controller Series 2. Мне он дико понравился. Я долго думал ещё в первой версии покупать его, не покупать. Нужен он мне или нет. Но вторая версия просто сразу же как будто вышла и сказала. Димон, я должен у тебя быть. Поэтому я подумал, что да, надо покупать. И не прогадал, потому что давно я не получал столько приятных эмоций от девайсины, которая вот прям вот, ну, хороша. Реально, все ожидания максимально оправдались. Никаких минусов вообще в этом контроллере не вижу. Единственный, наверное, минус это будет только для тех, кто привык играть на PlayStation 4, на DualShock 4. Там да, вам, конечно же, будет, наверное, неудобно. Потому что всё-таки расположение стиков здесь поменять нельзя. И вот эти вот все вещи. Но, хотя, знаете, привыкнуть можно ко всему. В общем, что я хочу сказать. Если у вас есть возможность взять этот контроллер, и вы задумываетесь, брать его или не брать, друзья, не тяните время так же, как я. Берите этот контроллер. И особенно вот в данный момент, пока он не подорожал на много-много денег. Потому что потом уже, как вы сами понимаете, тысяч, там, не знаю, 16, за него платить это уже перебор. Так что вот так вот. На этом у меня всё. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok